первый курс тестостерон пропионат советского производства никто не говорит что не надо брать дуби контроль уже все они приговорены один оторвал грудь другой бисус широчайшую голова ноги еще что-то потому что думаешь идет уверенно идет и страшно ну типа я не знаю у меня нет такой части тела где такая тонкая кожа как у него везде прям вот прям вот прям вот вот столько вот прям вот минимальные дозы да полтинник всех закопали полтинник закопали я один раз жизни был похож на нормального культуриста надо прибавлять понимаешь ну блин разминаюсь минут 15 блять я от хуль как терминатора епта были у меня блять все на пока блять и все это растяну разогрею блять правильно потихонечку блять и потихонечку блять торопись не надо до сих пор болит а все отрываешь болит не болит тренировался я вчера грудь делал можем сделать спину я и спину сделал блять я вчера перед вылетом все я тренировался ну что я был время там в Баку я каждый день тренировался а вчера вечером все время было до вылета приехал в отель говорю дайте я еще в зал схожу я пошел в зал еще раз и все потренировал я очень много ел очень хорошо кушал это хорошо кушать надо хорошо скажи там жарко там очень жарко но там очень красиво я не честно не ожидал баку ну все говорят что я тоже слышал что там бабок ввалили именно в город убран смесь валенсии со стамбулом и дубаем то есть визуал космос люди жалуются что зарплаты маленькие так скажем но именно визуально дороги дома красота прям безумная но уровень жизни блять все равно такой да средний ну да да денег людям именно на кармане не хватает но жить комфортно красиво фонтаны и да еще 40 40 35 40 до пиздец я мог приходил постоянно но я представляю а чё там где там там вообще ну никак по-другому блять а так на самом деле я буквально даже киргизию летал да там много занимается ребят но прям качают не казаха всегда но они лишь они назад его они они вы я не привозят и между международку привозят на европу на мир я помню еще бля они привозят сбор ну то ребят и хороших ребят такие узбекистане казахи знаю вот узбеки не знаю ну то есть казахи . казах очень сильно пришло тяжелой атлетики изначально еще с советского союза жил атлет очень сильная давай и просто разминка и про молодцы а ты чего не знаешь что качать приходишь и делаешь ноги блять я бы не сделал просто но по такому принципу я смог ноги накачать я их качал ну как только не переставали болеть вот я сделал и неважно грудь грудь спина хорошо скажи мне сколько дней у тебя вот ну ты вот ну практически полное восстановление ног на четвертый или пятый у меня пятый день тоже вот на пятый 5 посмотри 5 дней 6 ноги 5 дней у меня было пятый день ноги каждый пятый день ноги наше бывает начали не до конца прям даже сейчас это по операцию будет делать в этот день к массе я на десятый день уже жал серьезно классик физик я думаю что на следующий год антон сейчас не должен приехать не значит где он бы нас антоном сейчас антон а сидит надо и позови его что-то что вот это и а ну где если смотреть два сезона выступали с ним два сезона весь год выступал а сейчас короче доктор его у нас есть доктор вот папа по гормонам по все области пускай слезает начался остановить его ну я думаю что два-три месяца бля ну в месяце три восстановить что он вообще с фармкой вообще не тренируйся групп так придешь он базу сделан домой надо нахуй качаться будь больше качаться блять вот таким ставишь на будет уходить мясо когда много тренируешься когда тем более пустой вот и он сейчас такой на лайки прям лайки на лайки тела 120 весит хотим вот пока восстановится все и я думаю что на следующий год на 8 за следующий год на восемь не на весну не успеем не успеем не хотим понимаешь и смотри вот я в краснодар приезжаю блять вот последний раз были в гримёрке стою вот одно что вид со стороны бреда все гримируется на вот смотришь на всех нас смотришь на антона бля надо прибавлять понимаешь все есть куда прибавлять и дохуя здорово понимаешь а нужно конкурентоспособность быть чтобы он был конкурентоспособность просто так выходить нахуй не надо выигрывать да понимаешь ну выйдет он сейчас на область ну вы вернули все не интересно уже нахуй не интересно нужно чтобы стопами стоять ну ладно топов дисквалифицировали нормально все я честно говоря не знаю куда все это идет ну блин меня очень сильно раздражать не ну нет 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 друзья даваясь тестостерон спрятать в бункер написано вот никому не отдавать а только в бункер блин да а блин честно говоря блин меня вообще все это расстраивает то что происходит в федерации ну потому что все дисквалифицируют как сезон как у всех диск 1 диск 2 3 блять еще не охран кто будет выступать топов туда кто будет выступать неужели не могут договориться блин там специально обученного человека который подойдет скажет никто не говорит что не надо брать дубин контроль уже все блять они приговорены блять ну нужно были сказать ну возьми он у того он у того блять все ёпт нахуй ты у топов берешь зачем блять и в нахуй ты это делаешь я блять я не понимаю вишню блять че он творит блять я не знаю и сотрудников комитета я не понимаю топинговой службы тоже не совсем понимаю ну и так все понятно типа ну такой спорт а ладно весь спорт такой где лучше спрятаться или надо надо на что-то блин как-то блять чтобы они как-то блять ну по-другому решать вопрос не знаю жать да давай подход это уверен а давно грудь оторвал в восемнадцатом или девятнадцатом за месяц до олимпии испанской красивый был сильный вот не помогло полный отрыв это прям именно прям когда-то именно перед соревнованиями да за месяц за месяц оставался да слушай на самом деле очень простой причина простая просто не спал двое суток приехал в офис прилетел в испании проработал сутки сутки был перелет настроение было ужасное разозлили надо поехать в зал выпустить пар а силы до хрена просто сил куча лег делал делал это был уже четвертый подход я уже был разогретый кориченный никаких космических весов просто рабочим весом я мог прям вот на холчовый мешок а когда он когда ты опускал или когда ты выжимал опускал я еще что-то подержать наверху сначала так медленно опускал на негативе ну легко было знаешь ну так типа почувствовать ничего не предвещало беду хорошо больно отрывать не особо в целом самом-то деле не особо больно неприятно пусть ногой ударишься об диван знаешь обугол пальцем больно больней вот я понял а значит обидно пипец ты четко понимаешь садишься на край скамьи рука не поднимается не дергается ну никак это такой подходят ко мне чуваке что такое грудь оторвал пошел просил вишни замороженные это пакет приложил одному врачу позвонил второму корешам что делать ничего уже не поможет прям вот прям ничего не поможет да подожди там отехать не спадет не спадет мрт не делай хорошо сведора сшивал я тоже решил и в моменте когда оторвал не надо ничего колоть ничего есть ну вообще не дергайся все тебе нужно время чтобы вот сейчас разобраться сразу делать узи бесполезно ничего не видно ничего не кровище затекает у меня кровь была в прессе в прессе я был фиолетовый пресс фиолетовая спина фиолетовая рука я один раз жизни был похож на нормального культуриста я был сразу как негр вот такая грудь вот такого размера просто гига как голова черная такая грудь отронникова и все спала и и мы что и что все приехал на стол операционный я оторвал через два дня улетел на россию как гость уже там походил прилетел в питер через два дня поехал на операцию меня вскрыли грудь не нашли это же думаешь частичный отрыв такая была плотная оказалась гематома просто сгусток крови а сшивали чем мышцы сшивали а у меня просверлили плечевую кость и мышцу затащили через кость внутрь насквозь и тут такие типа пуговица титановые но это самый лучший способ крепления вот то что якоря плохо вот да то есть вшили ее в руку грубо говоря и я потом проснулся с наркоза общего и тот же день на поезде уехал в москву на гран-при ушамина а скажи мне долго вот этот процесс восстановления ну давай так то что врач говорил запрет за этим спортом 6 месяцев вообще через 28 дней я крутил рукой полную амплитуду на 34 день я уже отжимался от пола немножко через шесть месяцев я стоял на шоу другом классик стал вторым а делать нельзя так делать нельзя для идиотов нет но это блять крайне силы на этом здесь просто ты видишь что я не ну то есть не было ну честно говоря иначе сильно не сильно не сильно не антоха ланцов санкт-петербург клиник мч он пришивал тарануха серёги бицепсы оба блин он и у тарануха тоже дизайн он так вот он есть если не скажешь что у таранухи обе бицепсы оторваны не скажешь что у него оторваны бицепсы но не не видно перед подходом прикола про тренировки в натуражку тарануха сергей вот прошедшим сезоне выиграл категорию свою да она будет по классик физик по моему на кубке питера натуражку он был чистый без стероидов ну видишь он научился там небольшая масса он научился видишь он делал научился держать форму межсезонье какую-то определенную он что-то поймал вот это свое блять поэтому у него получается но это не значит что блять да никто так не сделает у Васи получится не получится блять нихуя у одного будет миллиона да я пожму про то чтобы понимали ребят что вот серёга тарануха такую штуку конечно он не был похож на себя заряженного но при этом он выиграл северо-запад россии питер не слабый турнир у очень сильных крутых ребят я думаю если ребята вот знали бы что он еще натуражку а он что говорит вообще он будет выступать дальше будет я думаю это же жизнь его пластики а где будет вот лёха говорит что серёга тарануха сказал что если получится пошел бы бодибилдинг а вот бодибилдинг для Серёги уже более проблемный он умеет быть жестким качественным а для бодибилдинга сколько там уже мясо накидать опять же он может выйти там набрать так много выйти в 95 опять будет самый красивый сухой это будет бодибилдинг это будет супер мощный классик физик но бодибилдинге же выигрывает человек лучше в линейке и можно быть там и не бодибилдером то в линейке но оказаться победителем да есть такое он я помню я как в нашем году выступал на россии в питере было 24 человека категории пипец 90 килограммов а потом через полгода в бурманске трое приехало да и вот вам как бы типа ну нет никто не виноват в этом да и там и там чемпион здесь уже выигрываешь не ты же не нашу они не вышли блять не вышли блин что делать есть ребята чемпионы категории или один человек выступал вышел поклонился тебе дали кубок им какой был максимальный жим вы точно были времена когда наверняка хотел пожать все у всех такие времена да были время было знаешь как раз вот эта максимальная мышечная масса 140 килограмм немножко болела плечо травма была старая здесь насчет бывает такая старая травма ну ты мой сейчас поймешь меня ты разогреваешься чуть побали побаливать разогреваешься вроде нормально вроде жмешь и вроде не болит вот так вот такой травмы жал специально ничего не делать для этого а не точно на раз обычно пришел там у меня грудь была ну ну пожму лежа начал жать там прибавлял 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 и делать силовуху то есть смотри силовуха такая 60 килограмм пять раз 85 раз то 5 раз то 25 раз то 35 раз то и так вот это короче получилось на восьмом подходе 207 с половиной на 5 пожалуй 207 с половиной опять уже подуставший это уже вот блять ну уже будут конец куда то есть они не не жал на раз там то есть а вообще вылетки опыт жизни специально не специально не когда поящее еще я сейчас объясню блять я боялся стройка чего-то я насмотрелся один оторвал грудь блять другой бисепс нахуй широчайшую блять жопа гора голова блять ноги были еще что-то спина блин я думаю насмотрелся на травмы и иначе как-то блин я просто боялся сжать не потому что там я ним то есть там не мог а просто блять боялся травмироваться чтобы это травма которая дальше есть травмы которые были на паре хочет выступать блять а у него такая травма что он блять но это уже он не вернется занимательно будем вообще блять то есть ну никак и вот поэтому не на ваша прям на 1 сколько пожму не было такого вот в рабочем режиме 207 с половиной на 5 повторений подход на восьмом где-то получался вот разводки максимально там где-то ну 50 килограмм я делал по 12 повторений тоже боялся дальше вот блять вот я тебе говорю делаешь в полтиннике берешь уверенно блять делаешь души блять главное не оторваться блять главное не оторваться потому что думаешь блять люди идет или уверенно идет и страшно нахуй потому что уже веса такие что вот блять ты даже не не можешь это контролировать вот понимаешь да вообще страшно вот видишь я на раз жал но типа когда был пиздюком типа когда был жим на раз 100 килограмм ну да да там другие мозги блять там другое этим и не оторвешься а когда уже был по опыте я тоже на раз вообще ничего лучшее было восемьдесят четыре по средствам 92 килограмма тоже там еще около юниорский возраст там стажа там четыре-пять лет когда ты уже видел как раз таки как оторвались дядьки заняты дядьки да то есть да и когда ты начинаешь это все понимать думаешь нахуй не хочу ничего блин вообще жмите сколько хотите там я нельзя нет блять не готов давай подходим правильно жмите сколько хотите я вот два блинчика конечно как была реклама колбасы а мне больше не надо где антон 2 килограмма блять протеин стоит 8 тысяч рублей ебаный в рот блять ну вот какой любой сейчас возьми нахуй дорогой блять я бы ты сколько долго сколько захочешь за протеинов низкую три копейки блять ну блять они хотят хорошие блять и за нихуя еду я говорю цены а потом пишет да ладно слышу блять там хуни и мой там между собой труд блять вы господи не занимайся на реально цены блять и адекватные это нормальное явление пиздец вот такая но это опять же рынок видишь ты в интернете можно найти написано изоляцию по 1000 рублей а у него себестоимость 1800 люди об этом не знают их один человек наебывая они с тобой страницы это хороший человек он из тысячи продает а ты плохой ты продаешь за 2 я продаю настоящее нет ты плохой не на идее смотри вот я сколько раз убеждаю я думаю блять вот у меня нет денег данных я лучше накоплю денег у меня нет денег на бы я накоплю денег возьму блять противно по за 10 тысяч рублей я знаю что он сто процентов были будет охуенный на или там там у меня друг который были там его производит фантазируем да и он гадим он ну блять но он хороший я думаю я но не блять ну зачем эти будут говно говорить но если он не сказал детского говно бляю берешь и правда не сырешь ничего не происходит желудок вот даже я сам за себя начинаешь проверять да что же продаем блять у меня блять не тридцать лет нахуй ни хуя и не сорок ёпта который блять там сажир 53 там блять жрешься подряд сейчас начнутся комментарии блять этот выглядит на 50 этот на 80 они сейчас сдохнут от стероидов да они говорят одни говорят они говорят короче блять ты хорошо выглядишь блять да где-то он уже старый нахуй короче пизду вас выговорю блять вам и так не едок и едок не так блять пожму а я просто не бред если я побреюсь мне будет 27 вот прям сразу и бордус бреет блять точно блять минус 5 лет блять мы сейчас побреемся все будем моложе блять а а блять 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 навсегда падла а то что восстанавливается вроде понимаешь хотим хотим по результат показать и у него есть данные все да прямо то есть на он он смотри малыш смотрибельно максимально сохранить пропорции это первое и блять чтобы он наш ну не выпадал взгляд этим вообще тут жесткость больше у него на его массу запереть просто подвале не нормально садой и вроде днп закидывать не сейчас вроде нормально потихонечку сейчас мы сейчас с гормонами разберемся блять а вот и это будем начать начинать подготовку а че их чинить один хер потом расшатаются но бляж они смотрят вот смотри сколько я смотрел вот он тоже у него гормон восстановили готовится на блять вы хоть в игре и форму лучше не было блин блять вот когда страну выиграл готовимся вроде нормально с гормонами выходит выигрывает на а сейчас вот у вас осенний при такой жесткости которые должна у него не у него нет на счет с гормонами он не доходил до такое качество которое вообще по идее должно быть не доходил не запланировано что не запланировано он при таких углеводах и вот при такой диете он был должен был быть суши чем он был вот вот это я ну да понимаешь меня паш сжимать его вот так нахуя чтобы он стал вот таким и что блять ну он вообще бы вылетал бы понимаешь уже мать его силе нет смысла мы лучше максимально держали да не давать и по идее вот вот варе вот я смотрю по идее он очень грамотный он очень грамотный он блять восстанавливается на делать миши зон набирает плавно готовится к соревнованиям делать форму его нюк что он выходит и всех ебез нахуй блять всех работа понимаем да и спокойный бах вот в этом плане он очень грамотный очень грамотный таких блин не не так много блять давай готов я давай смотри аккуратней всегда делаю ноги ему сказал любой я делаю ноги в любой непонятной ситуации где делаю ноги я 10 лет качался не понимал волшебно вверх был на сюда огромный ноги отставали потом только тюкнуло тренировать их чаще и хоп-хоп-хоп выросли хорошо выросли а до этого все говорили реже тренируй ты сейчас тренируй не раз в 10 дней делай вырастут я потом не а что не не чё качает что растет прям сто процентов не ну хорошо что выросли значит бывает наш корящийся корящийся блять нифига я она прям пошло я вот начал делать вы говорите вы часто она прям пошло как-то стероидов а до этого тоже употреблял так как видите не в стероидах казалось дело а в режиме тренирования не не строят почему-то все думают наш сан наших стандартный вариант дом химик чего там поэтому у него и такая какой-то отмаз ну же как-то отмаз отмазаться потому что они не могут так сейчас любому человеку дать те же стероиды и пускай попробовать сделать как как там вася бля у нее не получится это все равно дело не в не стероидах а дело в тренировочном процессе в режиме в желании самое главное вот это секрету хотите короче по залу на камеру снимем как примерно каждый второй мужик зале потребляет стероиды реально можно даже чаще в америке считаю что до 70 процентов мужчину потребляет а качков зале нет то есть что стероиды не работают работает тренировка покушать и отдохнуть ну да астероиды это где-то вместе с креатином витамином b6 и вот этот рон там же большие а самый мощный курс койка был прям лютый прямо вот смотри вот и к когда готовился абсолютно стал наверное тогда было где-то теста где-то где-то 750 вот деки где-то около 500 ну и и всякого разного там еще были много в общем знаешь все равно количество фармакологии по сравнению с тем что точно сейчас вот я рассказываю кому курс во-первых мне никто не верит что я делаю там вот столько сух ты делаешь я буду на 500 мне вот так вот я чувствую теста 500 не хватает там точно так того той же деке 500 и не хватает я чувствую силу то есть я не вижу смысла блять делать грамм я думаю что грамм и и 500 также будет не работать только страде обновь минус конечно бля ну какой смысл делать блога у меня вообще такой принцип что во первых у него ты не будешь смысл в том что смотри вот ты будешь больше делать да нужно больше вырабатывать на тренировке да то есть тренировки еще и процент должен быть при страшном чтобы тогда в эту всю фарму который ты ставишь ее нужно выработать ну да и так это грубо говоря да вот выработать на на тренировочную на тренировке то есть блять как можно два грамма я не понимаю я не понимаю людей с такими дозами блять и вот именно нет не то что там объемы и я понимаю что соревнователь будет нездоровье но блять но это пиздец надолго это с такими дозами вот я в группы иранцам да я одномерном турнирах очень часто с ними на выступал вот обычно иранцы чаще всего одноразовые то есть я ребят европы встречаю одних и тех же они прогрессируют а иранцы они лютые так через год уже все новые иранцы на любительском турнире я стою тут супер топы там давайте походи чупанами которые там они заботятся у них здоровье но в целом вот иранцы они такие они идут до конца они сверх жестче чем наши подходят ко всему связанному бодибилдингом это прям вся жизнь результат ну раз хорошо выступают любилевские но они один раз-то делают они как-то ну я их по здоровью не встречаю вот чем дело там прям запредельные дозы подготовки количество антиэстрогенов хочу даже антиэстрогены вреднее и опаснее потому что все в нуле гасится а у них это просто все в нуле гасится они потому и пергаментные выходят нас смотришь думаешь бля ну типа я не знаю у меня нет такой части тела так где такая тонкая кожа как у него везде здесь ну да помогает они позируют обычно очень плохо позирую я тоже заметил бы хотя хотя увидишь вот иранцы вот последние наверное 10 лет были они так сильно появились да как-то выскочили и такой уровень прям сильный сильный ну там я не говорю там про топовых блять про про чупана там там немножко подруг другой бодибилдинг и немножко другие другие цели и задачи блять а вот одно блин другие прям формы делают просто пиздец ты вспомнишь страшный блять москве любительская олимпия шестнадцатый год 6 мужских категорий да да я понимаю первых мест иран и одна страна была ливанец или кто-то взял вот все золотые медали да да очень очень сильный уровень очень сильно похожий на иранцев был один нашел ну да ступором наборолся ну да все он как бы все остальное были конечно блин конечно сравниваешь не не знаю тоже сейчас вот угольников до перспектива уже не наши ты думаешь он не будет за россию выступать я думал что ребеночек же правильно да я думаю что гражданство дадут ему бразилии спортсмену я прям очень сильно подозреваю что это уже бразильский ну я думаю не но здесь ведь как дело каждого и чем захочет выступать за россию он будет выступать за россию захочет да ну не интересно посмотреть за ним и честно говоря конечно вот этот поступок блять прыжка со сцены блин честно говоря блин меня блин очень сильно удивляет не знаю я не понимаю ну азарт молодость огонь он порадует людей возможно он понимает что это может быть такая травма которая блять но моменте не понимаешь моменте не понимаешь хотя у меня было похоже это был пятнадцатый год москва олимпия пришел на гостевое выступление кайгрин охрана встала на лестнице а мы готовились выходить на сцену и на всем стали типа со сцены спускайтесь там было метров 80 надо было спрыгивать лет я не буду я сел на стол гулять нахер это учет вот стоит еще 10 пацанов наши и не наших тоже мы чё проигранные что ли какая-то эта хуевший кайгрин говорю очень вел себя как мудак конченый вот нам типа по ступенькам спуститься мимо него это полная хуйня то пришел мангустов пришел ваня рус не надо давайте там спуститься к игре не хочет играть бля ваню а не пойдем нахуй вот мы не за выступать можно размялись как гривы подождет и все ушли короче один я позалупался к обычно но если бы мы все погулять этот пас в это тогда было бы прогнать это было и мунда прогнать его на самом деле чудесно вел себя декстер великолепно настолько он там когда был в россии вот тут прям человек пусть и разными блядь рули венклор и кайгрин были безобразными очень хочу доехать до америке ну вообще-то да прямо то и там карточку забрать и можно чуть-чуть удары подуспокоиться сейчас же дофига турнира всяких разных же блядь что делаем разводку давай били вес и любой какой надо да маленький уголочек разводку делаем тут что-то очень много гантель очень популярная видимо да и ощущение у меня стать Продолжение следует... Продолжение следует... Во-первых, быстро заходит, никаких шишек. Вот это большой плюс. Раз. Во-вторых, чтобы понимать результат, нужно время. А вот, нужно какое-то время определенное, я думаю, что где-то, около 6-8 недель, чтобы я понимал результат и качество препаратов. И не только там, я сейчас делаю три препарата. Балденон, тестостерон, цепианат и триан длинный, нантат. Вот, по 500 миллиграмм каждого препарата. Вот, будем, будем, будем смотреть. А чем подбор был обоснован? Подбор. Просто немножко другой. Посоветовал товарищ. Ты знаешь его, Сергий. Еще есть товарищи, которые могут посоветовать тебе, Голубочкина. Но, понимаешь, ты всегда учишься. Верно. Ты всегда знаешь, что ты знаешь, какие-то моменты, да? Ну, какие-то иногда прислушиваешься. Всегда так, так всегда. Вот, на протяжении всей карьеры. Даже как в тренировке, даже. Попробуй сделать вот так, а ты попробуй сделать вот так. Вот. Это примерно то же самое. Я просто немножко другие препараты делал до этого. И думаю, надо попробовать вот именно вот эту схему. Вот, и где-то на протяжении он мне говорит, что где-то 5-6 недель надо делать. Вот. Ну, чтобы понимать, нужно время. Вот. И тогда какой-то будет результат. Надо просто, понимаешь, я-то сразу почувствую. Понимаешь, или жесткость. Ты становишься жестче, сильнее. Другая форма мышц. Ты как-то будешь меняться визуально. Все будет зависеть от того. Просто нужен, ну, это как эксперимент. Ну, у тебя вообще сильно восприимчивается ко всему, я так понимаю, да? Да. То есть ты чувствуешь фарму, чувствуешь креатин, то есть ты чувствуешь еду, поспал. Да, 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 да. То есть это имеет значение. Вот, смотри, я не досплю, блядь, я не буду так тренироваться. То есть, ну, я сделаю всю тренировку полноценным, мы там будем с весами, но у меня будет состояние не такое. То есть я буду вот так вот, в таком состоянии, блядь, не разговаривать 2 часа по тренировке. Ну, это нахуй не надо, понимаешь? Вот эти эксперименты. То есть ты должен ко всему подходить. Знаешь, вот это как, как удач, как раз выступаешь, у тебя просто там другие немножко рамки. У тебя нет выбора, блядь. Хочешь ты, не хочешь, блядь. Там, национист не где-то, и никто не вернулся. У тебя даже, ты нормально это делаешь и воспринимаешь нормально. То есть, вот, сейчас это уже, знаешь, видно в крови, и уже какие-то моменты. Это не соревновательный, конечно, бодибиловый сейчас, нет. Но все равно ты очень категорично проходишь, подходишь ко многим аспектам, к таким, как, ну, там, режим дня, питание, там, добавки, фармакология, какие-то дозы. И все равно ты экспериментируешь до сих пор. Слушай, а что делать ребятам, которые, вот наши такие, не чувствуют, наши такие, качаются, блядь, не чувствуют спину, блядь, вот не чувствуют добавки. То есть, фарму ставят, не чувствую. Такие вот, они ничего не чувствуют, да? Нет, это, я думаю, что это, они просто манны небесные это ждут. То есть, они ждут что-то, что-то такого нереального, что они должны, вот, если они ставят так же, как, блядь, там, какой-то спортсмен, да, на который они там смотрят в зале, допустим, да, вот. Они ждут что-то такое неестественное, что они станут такими же. Ну, чтобы стать такими же, там, надо не только фарму ставить. Вот. Вот, надо много еще каких-то моментов делать. Это, блядь, 10. А? Для 10, когда бы. Да, то есть, он уже не знает, что он тренируется. Вот, поэтому смотреть на себя, нужно смотреть на себя, а не чувствую, значит, что-то не так делаешь. Вот у меня многие пишут, я не чувствую там упражнение такое-то, вот я так делаю, так вот так, ну, значит, неправильно делаешь. Надо смотреть технику выполнения упражнения. То же самое, как и фармакология, смотри, как делать. Я считаю, что вообще вот молодым, да, которые только-только хотят, там, стать спортсменами, да, и они хотят, там, перейти, грубо говоря, на черную сторону. Угу. Прямо минимально-минем. Прямо вот, прямо вот, прямо вот, вот столько. Угу. Вот прям вот, он минимальный. Спонюху пробку, убрал. Да, да. Отложил на следующий. Вот именно вот так. И смотреть, не спеша, реакцию. Что с тобой будет происходить? Как ты будешь меняться? И потихонечку, потихонечку, ну, ну, нужен, главное, грамотный тренер. Грамотный тренер, который не будет говорить, делать грамм. Ну, он с ума сойдет, понимаешь? Я видел в интернете от врача, не помню. Ну, он с ума сойдет просто, блядь. Он там советовал какие-то сверхтазировки на первый курс, прям, сразу. То есть, это неправильно. То есть, минимальный минимум, ты ставишь каких-то пару препаратов, блядь, ну, 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 все, ну, все. И ты смотришь реакцию, блин. Да, ладно, это опыт. Как ты будешь? Это опыт, это опыт, это знание, это разум. Твой первый курс, какой был? Значит, сейчас скажу. Первый курс, тестостерон пропионат советского производства, знаешь, вот эти бумажные коробочки, такой желтенького цвета, я помню, по ампулам он продавался. Вот, значит, первый курс был, иначе, как составить курс, сколько надо делать, периодичность, блядь, сколько-то, как ты ставишь. У нас было такое, ну, знание, блядь, представь, 80-е, ну, пиздец, ну, ты, блядь, каменный век. Ты просто делаешь, вот, я тебе здесь, а пусть, ну, ты делаешь каждую тренировку, блядь, по ампуле. А тренировок сколько был? Нет, мы тренировались, у меня был тренер изначально, то есть мы тренировались где-то 2-1, то есть вот примерно так. И мысли, я ставил перед каждой тренировкой по ампуле. А там была дозировка 50 миллиграмм или 100? Ой, нет, нет, там была, в общем, не помню, как адресировка, но очень маленькая. 50, наверное, да? Ну, я думаю, что да, 50, скорее всего. Не, 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 100 таких доз не было. Это, знаешь, они продавались в аптеке. Ну, типа фармакат, который. Ну, а где ты его купишь в фармакологию? Приходишь в аптеку, блядь, есть, нероболил, ритоболил, амнадрен, сустанон, метан, тестерон, пропионат. Шесть препаратов. Все, друзья, больше не... Да, не помните, блядь. Вот. Больше ничего не будет. Больше ничего не было. И ты можешь фармаколог купить только в аптеке, блядь. Честно, я помню до сих пор... Страшные времена, ребята. Сустанон был, блин, индийский, блядь. Вот я до сих пор помню вот эти, знаешь, по ампурии такие блестящие, это, блядь, написано, сустанон там 250. Да. А фарма дорого стоила тогда? Сейчас тебе скажу. Пересчетов. Пачка метана ставит, ну, в советские деньги, да, 2 рубля, 2 копейки. А зарплата средняя? 100 рублей, 120. Вот. И, значит, ритоболил, стоил. Одна ампула стоила 2 рубля. По-моему, 2 рубля. Пампула продается. Ну, так-то пересчитать примерно как современные цены, получается. Ну, плюс-минус, да. Ну, такие, да. То есть. И как-то находили народ, да. И знаешь, что самое главное? Вот в те времена, вот ты вот хочешь, там, значит, вот у туристов увидишь, или как-то там тусовка какая-то, никто не рассказывал, сколько делают, что делают, и как делают, что с чем делают. Никто ничего не рассказывал. Знаешь, вот такая, знаешь, я делаю, никому ничего не скажу. Было секрет, да? Да, ну, какой-то такой, знаешь, ну, не знаю, почему, вот именно так было. И чтобы узнать, кто с чем и что делает, это была проблема. Ну, вот, это 80-е, уже в 90-е немножко по-другому, нулевые уже все очень много знали, понимаешь? С каждым разом все, все больше и больше знаний, потом интернета, и все. Ну, и уже после интернета уже здесь, блядь. Ну, уже, знаешь, честно говоря, блин, интернет, есть плюсы, а есть очень большие, большие, большие минусы. Потому что очень много информации, и молодежь это все читает, и у них каша в голове. Но качков больше не стало от того, что информации много? Да. Ну, и как-то немножко, знаешь, смотри, 80-е, увидев качка на улице, все смотрели, блядь, и не понимали, как он, блядь, вот. Для них, как одноимпланетянин, реально, как одноимпланетянин был, они не понимали, как это происходит, блядь, как он вообще, что он делает вообще. Вот. И были немножко другие стереотипы, импотенты, там, накачали мышцы не сильные, ну, короче, вот этот блевотин, вот этот. Ну, вот. А сейчас уже немножко по-другому восприятие культуристов. Во-первых, ты здоровый-то, ну, один обернется. Ну, не будьте вот так смотреть на все. Пляж замрет, блядь, если ты пойдешь, блядь, блядь. Чуть-чуть. Они все, они с уважением относятся, они не говорят, что он ебанутый, елдолбоеб, блядь. А они, блядь, скажут, блядь, красавец, пожму тебе руку. Я тебе отвечаю. Они так подходят? Просто обычные люди, которые не проходят, ты их не знаешь. Они проходят и говорят, блядь, красавец. Почему? Ну, вот просто хотим тебе пожать руку, блядь. Вот до такой степени, серьезно. И до сих пор это так. К сожалению. В России, наверное, менталитет. Зависть? Большой процент. Они не могут сделать так же, как ты. Только поэтому. Там уважают результат, тут да. Ну, уважают, но сейчас хорошо, что сейчас немножко все равно восприятие, а сейчас молодежь все равно идут в залы. Больше, чем раньше. И сейчас не модно колоть героин, ну, грубо говоря, да? Модно качаться. Модно качаться? Модно кого-то в сторон. Ну, лучше, да. Ну, точно безопаснее? Да. Сто процентов. Ну, да. Лучше ничего не колоть. Модно, модно, модно. Я так же, грубо говоря, модно, да, в кавычках. Хорошо выглядеть внешне, чем там наркомания. Раньше в 90-е были другие, нулевые тоже. А сейчас немножко другая. И заметил, что по фитнес-центрам последние, наверное, 10 лет. Да. По 3-е 10 лет. Аудитория в залах моложе, чем была раньше. Больше молодежи приходят прям группами. Ребята, которые молодые. Молодежи, это я тебе все скажу. 17-25. Вот такой вот возраст. Их больше стало, чем было. Это плюс большой. Понимаешь? Ну, а раньше было, блядь, все плохо, блядь. Понимаешь? Никто не ходил в залы. Сейчас более это все доступно. Молодежь. Молодежь. Занимайтесь бодибилдингом. Очень крутая штука. Ну, это лучше, чем, блин, не знаю, просизывать жопой, блин, и говорить, что, блин, Голубочкин, блядь, накачался и дурной, блин, еще. Чего тут не говорят, блядь, пиздец. До сих пор, блядь. Ну, ничего. Это фигня. Мы все равно будем стараться пропагандировать бодибилдинг и здоровый образ жизни в стране. Это самое главное. Ну, просто не связанные вещи бодибилдинг и здоровый образ жизни. Ну, вот здесь, понимаешь, здесь какой бодибилдинг? Я сейчас говорю не про соревновательный спорт. Я говорю просто для того, что молодежь ходит в залы, чтобы стать, ну, выглядеть лучше, чем они выглядели до этого. Сейчас мы не говорим про соревновательный спорт. Соревновательный спорт – это не здоровье. Вот, нет, немножко… Когда тренировки на результат, это немножко другое. Вот. А что касается именно соревновательного спорта, то я считаю, что это, конечно же, другая тема. А для обычных людей тренироваться в зале и меняться, так скажем, да, становиться спортивнее, ну, это лучше, чем шареваться по улицам, блядь, и ничего не делать. И проживете дольше. И проживете дольше. Качественнее. Важно. Да, ну, там, понимаешь, там все взаимосвязано. Понимаешь, если он ходит в зал, значит, он будет стараться правильно кушать, да? Ну, это лучше, чем будет там кушать колбасу, там, грубо говоря, да? То есть он будет какие-то спортивные добавки добавлять. Почему продолжительность жизни сейчас вот в стране намного стало больше, да? Раньше, вот, блядь, я до сих пор помню, значит, по своим родителям. Полтинник всех закопали, полтинник закопали, блядь, полтинник закопали. Ну, и что, как, ну, почему? Ну, во-первых, никто не употреблял никаких добавок. Да. Вообще. То есть совсем, понимаешь? Они думали, что если ты жируешь таблетку, значит, блядь, нахуй, ты больной. То есть у него стереотипы совершенно другие. Сейчас начали обычные люди, мы сейчас говорим про обычные люди, обычные люди начали употреблять добавки спортивные, и не только. Для здоровья, для себя. То есть омега-жиры, витаминные комплексы, базовые, какие-то стандартные варианты, да? Все употребляют, даже те, кто не тренируется в зале. То есть омега-3 пьют все, блядь, понимаете? Ну да. Да, то есть оно полезное для здоровья. Да, вот, это хорошо. Вот. И большой процент людей, их стало больше. Не говорю, что все. Но процент это стал больше, почему? Которые начали понимать, что, блядь, если ты употребляешь омега-3, это хорошо. Понимаешь? А другие говорят, что, блядь, ну, вот. Ну и стало меньше. То есть процентность знаний и продолжительность жизни намного-намного стала лучше. И в целом жизнь такая более… с добавками стала намного все проще. Меньше болезней и меньше… и продолжительность жизни намного больше стала. Вот это большой плюс. И молодежь, которая вот недавно родилась, они вот эти 15-20, да, они не видели вот того, что было раньше, да? И у них немножко восприятие другое. И они уже понимают, что там, если оно там витаминную съешь, витаминку съешь какую-то, это хорошо. Это большой плюс. Поэтому они проживут дольше, чем мы. Ха-ха-ха. Ну да. У нас тоже есть витаминки, поэтому нам еще есть возможность это… Не-не, мы будем стараться. Ребят, внизу есть все ссылки на Диму, а ссылки на меня у вас, наверное, и так есть. Поэтому мы всех обняли. Желаем вам заниматься бодибилдингом и чтобы у вас в этих занятиях был результат. Бодибилдинг навсегда. Всех подняли, всех обняли.